Ребята, всем привет! Вы, как обычно, на канале Евгений Радист. Я сегодня предлагаю вам интересную тему. Это антенна MIMO и 3G. Имеет ли смысл использовать антенну с двумя поляризациями для режима 3G? Я сейчас чуть подробнее вам все это покажу. Дам определенные замеры. А вы сделаете выводы. Вперед, ребята! Будет интересно! Поехали! Ребята, сейчас у нас Wi-Fi выключен. Оператор Мегафон. Я стою в комнате недалеко от комнатной антенны усилителя сигнала сотовой связи 3G 2100 МГц. Вот давайте сделаем замер. Посмотрим. Сейчас у нас выходной день, 9 мая. Всех с праздником! Уже с прошедшим на тот момент, когда вы будете смотреть это видео. Вот что у нас выдает базовая станция в 3G. Это, кстати, обычное значение. Здесь редко бывает сильнее. Вышка даже в непосредственной близости к ней. А это примерно 3 километра. Там может быть 4. Через лес. Даже там будет 5-8 мегабит. То есть не больше. Она хорошо подгружена. Сейчас много людей поставило антенны. Много поставили репитеров не сертифицированных, которые эту вышку душат. И вот давайте мы с вами сейчас включим Wi-Fi. Мы даже давайте сейчас зайдем с вами в настройки, чтобы я подключился к роутеру. Вот у нас сейчас кинетик 1569, да? А я хочу кинетик 1934. Подключаемся. У нас на этом кинетике 1934 установлена антенна MIMO. Вариант с кабелем UTP. И вот давайте посмотрим на антенне MIMO, что у нас будет со скоростями в интернете. Я надеюсь сейчас подключиться к тому же серверу. И посмотрим. Да, мегафоновский сервер московский. Это Ивановская область мы сейчас находимся. И давайте глянем. Вот видите, уже у нас пошел заметный прирост. То есть как раз то, о чем я вам уже говорил неоднократно. В тех регионах, где стоят вышки 3G с поддержкой H+. У нас наверху загорается значок H+, когда мы подключаемся. Там скорость прямого канала растет очень сильно. Видите какая разница? Обратный канал сейчас по-прежнему загружен. Там около мегабита. И значит, стабильность интернета естественно выше. Давайте вот еще раз сделаем замер на этом. Wi-Fi. Wi-Fi роутер тоже сейчас недалеко от меня. То есть примерно на том же удалении, что и была комнатная антенна усилителя сигнала сотовой связи. Кстати, если будете спрашивать, здесь стоит усилитель сигнала Титан 900 МГц плюс 2100 МГц. Вот какой стабильный канал у нас идет. Сейчас предлагаю что сделать? Предлагаю вернуться на усилитель сигнала сотовой связи. Отключить Wi-Fi. И еще раз закрепить результат. Чтобы мы убедились, что антенна Майма в 3G,75G, это так правильно называется режим H+, действительно дает прибавку. Давайте выключаем Wi-Fi. Отключили. И сейчас мы с вами сделаем замер уже без Wi-Fi. Вот наверху горит значок H+, но без режима Майма. В режиме антенна, волновой канал, естественно, усилителя сигнала сотовой связи. Антенны Майма не подключаются к усилителям сигнала сотовой связи. Это невозможно. И вот видите, вот то, о чем я вам как раз сейчас и говорил. Скорость более чем в два раза меньше. Хотя сигнал здесь очень хороший. Здесь приблизительно где-то, наверное, минус 60 дБ сигнал сотовой связи. Он на полную шкалу. Вот. Сейчас пройдет замер обратного канала. И давайте мы сейчас включим с вами кинетик, который вот изначально был 1569. Это на доме установлена антенна, волновой канал, подключенный напрямую к другому Wi-Fi роутеру. Вот смотрите, давайте включаем Wi-Fi. Идем мы с вами в настройки. Вот тот был 1934, видите, а это кинетик 1569. Кинетик 1569, повторяю, у меня подключен к нему модем Huawei E3372. Но антенна не Майма, а антенна волновой канал. Еще ее по-другому называют, так смешно, пила. Вот давайте сейчас посмотрим, сколько будет на пиле. Сколько будет на антенне волновой канал. Скорость. Так, сервер не тот выбрали. Мегафон, московский сервер выбираем. И поехали. Все на одном сервере, один телефон. Пинг побольше я уже вижу. Ну вот, ребята, видите, какая интересная ситуация. То есть одно и то же место. Значит, нахождение. Три варианта. То есть антенна волновой канал. Это самое дешевое решение. Она установлена на фронтоне второго этажа. Вот такая, значит, невысокая скорость. Обратный канал, понятно, по свободнее. Прямого канала. Усилитель сигнала сотовой связи. Титан 900-200. Уже нам заметно дает прибавку. Да? Давайте еще раз сделаем замер. А антенна Майма, причем не коротко замкнутая, имеющая, значит, вертикально поляризованную часть и горизонтально поляризованную часть, подключенная напрямую к модему. Внутри этой антенны стоит роутер, чтобы не было никаких потерь по коаксиальным каналам. И потом пошел кабель, значит, уже UTP, витая пара 25 метров, к роутеру, который раздает нам самый быстрый интернет. Так что, ребята, в 3G, в тех местах, где есть режим H+, антенны Майма, не коротко замкнутые, ставить имеет смысл. Ну, давайте еще раз закрепим результат. Значит, мы сейчас с вами вернемся на антенну Майма. Значит, выбираем наш кинетик 1934. Вот он, подключаемся к нему. Подключились. Значит, идем опять на спид-тест. На спид-тесте, соответственно, мы делаем еще один замер на этом же сервере и посмотрим, какая у нас будет ситуация на этом сервере. на антенне Майма. Ну, вот, пожалуйста, опять. Опять у нас видна разница. Уже даже 7 мегабит в секунду скорость. Это, конечно, колоссальный отрыв. Значит, я считаю, что, значит, антенну Майма использовать имеет смысл. Вот вам прямое доказательство. Значит, в условиях 3,75 это так называемый режим, повторяю, H+. Вот, пожалуйста, ребят, все замеры перед вами. Делайте выводы. Принимайте решения. И вот таким образом, друзья, приходит у меня UTP кабель. Пока просто в режиме теста в комнату, где лежит ноутбук. Прежде чем я включаю его в сетевую карту, у меня здесь стоит POI инжектор. И POI инжектор подключен, соответственно, к блоку питания 12 вольт 1 ампер. Вот и все. И получается так, что у нас идет сюда, значит, связь от антенны. Мы получаем интернет, значит, и по проводу, и по Wi-Fi, и так, и так. А можно этот кабель привести, опять же, в любую комнату и подключить не в сетевую карту ноутбука, а подключить ее в LAN-порт, желтый порт любого совершенно Wi-Fi роутера, любой фирмы, и у вас получается Wi-Fi раздача уже по дому от домашнего роутера. Там создаете сеть. Опять же, нужен на улице сигнал. Можете вывести, допустим, еще и внешнюю, уличную Wi-Fi точку, повесить на стене. В общем, там все что угодно можно изобретать. Вот такое вот решение, ребят. Поэтому, смотрите, значит, да, кстати, скрученный кабель на постоянку не оставляйте. Это тоже мешает. В идеале нужно его распрямить или укоротить. И, соответственно, уже переобжать разъем. Вот этот разъем, да. Чтобы у нас кабель не создавал лишнюю помеху. Друзья, ну вот, делаю запись через смартфон, не с экрана. У меня на этом ноутбуке пока еще программа не стоит. Просто я вам покажу вот этот вот режим. То есть у нас, видите, идет H+. Это как раз тот самый режим, в котором уже последнее время все чаще и чаще на базовых станциях, на вышках операторских встречается режим MIMO. Напомню, MIMO это множественный ход, множественный выход, на котором в этом режиме скорость значительно выше. Раньше это было только в режиме 4G. Значит, сейчас очень часто стало встречаться в режиме 3,75G. Это режим H+. Значит, и вот смотрите, просто сами сигналы хочу вам показать еще. У нас антенна стоит вообще просто на подоконнике, да. То есть волновой канал, антенна закреплена уже на фронтоне, а эта антенна закреплена на подоконнике. И вот смотрите, ну отражение немножко мешает, конечно, но понятно, да. То есть у нас RSSI минус 76, RSRP, значит, у нас он тут немножко по-другому называется, он вообще у нас минус 81. И модем у нас идет 3372, H153 с модифицированной прошивкой, которая нам дает возможность вот так вот все эти разглядывать показатели по уровням сигналов. Вот, так что, пожалуйста, ребят, смотрите, действительно очень хорошие, хорошие показатели, хорошие условия. И в данном случае эта антенна у нас подключена как раз к кинетику, который установлен непосредственно в антенну Майма. Пойдемте, я вам сейчас покажу эту антенну, она на подоконнике открыта у меня. Вот смотрите, друзья, у меня здесь просто на подоконнике небольшая панорамка, чтобы понимали, да, вот он вид, вы уже этот вид как-то видели в моем видео. У нас примерно вот там за лесом базовая станция, это второй этаж. И вот на подоконнике стоит антенна с большим гермобоксом для того, чтобы в нем находился модем. Обратите внимание, в режиме 3G, 3,75G горит синяя лампочка, не зеленая. Значит, это свечение может быть только в режиме H+, и в режиме 4G. 4G у нас здесь нет. У нас два пиктейла непосредственно выходят из антенны на 316 кабеле. Оба подключены в модем. Значит, дальше модем подключен к вайфа роутеру, кинетику. Это у нас как раз вот тот самый кинетик, о котором я говорил. Да? Опять, чтобы было видно всем 1934 кинетик, да? Значит, и это мы все крепим внутри этого гермобокса. Оттуда выходит через гермовод кабель UTP. Кабель у нас пятая категория. И все это оборудование прекрасно себя чувствует внутри этой антенны. Ну, сейчас немножечко вот так еще сделано, чтобы было понятно, да, вот фасад этой антенны. Опять же, вот так. Модемы могут иметь любую маркировку. В данном случае это Beeline. Вот, но там любые Wi-Fi, какие хочешь, значит, они работают с любой сим-картой. В том числе, и кто желает похулиганить, пожалуйста, ваше право. Смартфонные тарифы все работают. Вот такое крепление у нас для этой антенны. Мы ее будем крепить. Соответственно, вот сюда крепится сам угол, да, а уже к этому углу на какой-то, значит, трубе, типа мачта, еще что-то, крепится вот этот кронштейн. Вот таким вот образом. И, соответственно, мы можем антенну уже вращать в разные стороны, крепить ее, как нам больше понравится. а здесь также есть еще комплект питания ПОЯ. Вот такая система. При длине кабеля 20-25 метров, если мы берем хороший медный кабель пятой категории, или шестой с тросиком, допустим, самонесущий, то достаточно питания 12 вольт, 1 ампер, никаких потерь нет, сюда приходит питание достаточное, и, соответственно, модема роутер сами себя обогревает внутри этого бокса зимой, летом, в силу пространства, они здесь не перегреваются, и прекрасно все это работает, нет никаких потерь, потому что получается так, что вот эти пиктейлы, они специальным паяльником, у нас очень хорошая есть японская паяльная станция, которая позволяет очень качественно и точно подпаять вот эти вот коаксиальные кабели непосредственно на саму антенну, левая и правая плата, и получается так, что по массе короткое замыкание есть, статическое напряжение стекает, модем получает нагрузку и включается на работу внешней антенны, а вот по центральным жилам, этого коаксиального кабеля короткого замыкания нет, и поэтому модем сам себя не глушит, грубо говоря, да, получается такая история, что, значит, мы направили антенну на базовую станцию, и у нас левый канал имеет минимальную корреляцию с правым каналом, ну, в кавычках, ребят, левый-правый канал, значит, вертикально поляризованный канал и горизонтально поляризованный канал, а в наших антеннах, напомню, две платы, или могут быть еще цинковые, вибраторы, и то, и другое, очень хорошо, очень точно исполнено, они в резонансе, и, пожалуйста, на частотах LTE 800 МГц, LTE 1800, LTE 2600, ну, это в городе, и 3G, значит, 2100 МГц, диапазон 1900-2100 МГц, прекрасно, антенна работает в резонансе, и сама себя она никак не глушит, вот этот Wi-Fi, его, конечно, можно выключать, то есть, в принципе, самый идеальный вариант, когда Wi-Fi роутер, который находится внутри этого бокса, он выключен, чтобы была просто маршрутизация сигнала по этому датакабелю, и мы дома ставим другой Wi-Fi роутер, от которого мы берем интернет, но если кому-то хочется, можно, конечно, оставить включенный, как в моем случае, оно мешает не сильно, да, то есть, как бы Wi-Fi не сильно мешает антенне работать, поскольку частоты, опять же, там близкие, Wi-Fi сигнал довольно широкополосный, немножечко глушит, но это, ребят, повторяю, это не так критично уже, значит, ну и вот такая крышечка здесь идет, да, и эта крышка, соответственно, она закрывает весь этот бокс, и антенна прекрасно себя чувствует на улице, значит, по кромке все это с герметиком, все это прекрасно работает, так, вот, друзья, у нас как раз сейчас в кадре антенна, волновой канал, которая подключена к роутеру 1569, да, маркированная у нас, и вот она у нас направлена туда, в сторону, сейчас немножечко отойду, в сторону леса, то есть, вот ту же картинку я вам покажу сейчас со второго этажа, высота та же, вот, вот так вот это все выглядит, и вот ребята, это уже тот самый кадр, где-то я в своем видео показывал про самоизоляцию, да, вот он стоит у нас, кинетик 1569, сейчас мы его кувыркнем, чтобы опять же было понимание, да, надеюсь, резко сновелась, вот он подключен к антенне, у нас волновой канал, подключен он через вот такой вот качественный, коаксиальный кабель, это 5DFB фирма Radiolab, кто разбирается, вот понимает, что тут претензий нету, этот кабель у нас имеет длину примерно, ну, где-то около, наверное, 8 метров, и в данном случае на модеме у нас, видите, тоже идет то зеленая, то синяя индикация, зеленая, это чисто 3G, и задействован только один порт, значит, не два, не два, а именно один, видите, как получается, здесь у нас режим 3,75G не поддерживается, модем модификации точно такая же. Друзья, это еще один ответ на ваши вопросы, вы часто спрашиваете, что, собственно, лучше, когда у нас антенна подключена коаксиальными кабелями, допустим, 7-10 метров, и модем находится в доме, или лучше, когда у нас модем находится на коротких пиктейлах, прямо внутри антенны, значит, оттуда идет, например, USB кабель 7 или 10 метров, больше не потянет, ни один порт, ни одного роутера, лучше даже 7 метров USB, или, например, UTP кабель, витая пара, скажем, 25 метров, или даже 100 метров, но на 100 метров, конечно, уже нужно поэпитание, помощнее, 48 вольт, и по-лингу тоже в моих видео есть, я про это рассказываю, посмотрите, а вот, допустим, значит, 20-25 метров или меньше UTP кабеля, да, тут достаточно обычного блока питания от маршрутизатора, 1 ампер, 12 вольт, и все замечательно работает, вот, друзья, делайте выводы, то есть, конечно же, лучше с моей точки зрения, я в этом очень убежден, когда модем находится внутри специального герметичного бокса, и он дает всю силу сигнала на прием на передачу, в коротенький пиктейл коаксиальный, да, и у нас нет потерь, поскольку даже хороший кабель радиолаб все равно имеет коэффициент затухания, он, кстати, не маленький, а дальше пошли разъемы, то есть, опять же, хорошие разъемы вы не найдете, это очень сложно, но даже в хорошем разъеме будет определенное отражение сигнала, будет, опять же, потеря и т.д. и т.п., значит, следовательно, я считаю, что лучше, когда модем внутри антенны, при этом возникает вопрос, а как же он там зимой, бедный, несчастный, он же умрет, ну, друзья, опять же, есть практика, мы уже тысячи продаж сделали за последние, наверное, около 7-8 лет в таких конфигурациях, прекрасно у всех все работает, модем не на улице, вы поймите, модем находится в специальном герметичном боксе, значит, там сухо, туда заведены гермоводы, модем выделяет тепло, примерно, от 30 до 40 градусов, а то и больше, если вы на большом расстоянии, модем работает с максимальной нагрузкой, даже больше 40 градусов он выделяет тепло, кинетик, или, допустим, какой-то другой маршрутизатор, который находится внутри, значит, этого бокса, тоже выделяет тепло, то есть это все само себя обогревает, летом, при всем при этом, это не перегревается, потому что я мало себе представляю, что там была температура больше 60 градусов, а модем в таких условиях будет работать, он будет и при 70 градусах работать нормально, так вот, значит, если же какие-то у вас условия крайнего севера, еще что-то, Якутия, где температура ниже 40 градусов, ну тогда там надо подумать, может быть, в таких ситуациях все-таки лучше модем оставлять действительно дома, и то, и то, рассмотреть такой вариант, как дополнительное утепление модема внутри бокса на зимний период, возьмите просто банально, я вам опять же по-простому рассказываю, обычный пакетик силикогеля, который влагу впитывает от любой обувной коробки, положите туда внутри пакетик силикогеля, возьмите, допустим, просто кусочек небольшой утеплителя, какая-то базальтовая вата, или минеральная вата, но стекловату, наверное, не надо, это будет и чесаться, значит, оберните все это дело на зиму, и оставьте на зиму постоянно включено, не надо включать, выключать, чтобы не выпадал конденсат, если есть перебои с напряжением, значит, источник бесперебойного питания, но все это, все эти такие условно в кавычках сложности, они для чего? Для того, чтобы сохранить максимальную мощность, модем же ведь недостаточно мощный, это же не радиостанция на 5 ватт, да, модем маломощного устройства, и поэтому, чтобы получить максимальную эффективность, желательно все-таки, чтобы у вас модем был как можно более коротким коаксиальным пиктейлом, и более качественным, разумеется, 50-омным, никакие там не 75-ом, подключенный к антенне, ведь тут, ведь еще что хочу сказать, сейчас продавцы в некоторых организациях доходят до такого сумасшествия, что в своей борьбе, в своем желании продать, значит, максимально дорого, максимально дешевый товар, дошли до того, что F-разъем, да, F-mail, F-email обозвали, ребята, 50-омным, но это вообще просто выше всех, так сказать, уже границ, переходит уже просто граница, значит, дозволенного законом, запомните, F-разъем, это телевизионный разъем для телевизора, 75-ом, он не применяется с модемами и роутерами, он даже не герметичный, так вот, значит, N-разъем, N-mail, N-f-mail, S-ma-mail, S-ma-f-mail, это нормальные разъемы, которые прекрасно можно использовать на антеннах и на кабелях, и уже подключать их к модемам, вот на таких модемах, которые я вам сейчас показал, здесь у нас идет, значит, переходничок CRC9, это тоже 50-ом на модеме, а если у вас модем, допустим, Huawei 8372 с раздачей Wi-Fi, то там у нас, значит, разъемчик TS9, да, он чуть потолще, это тоже 50-ом на разъем, поэтому, друзья, не позволяйте себе обманывать, сейчас вообще какой-то кошмар творится в интернете, уже даже до такого докатились, значит, повторяю, F-разъем, просто в инструкции на сайте тупо пишут 50-ом, ну и все, в общем, врут по-черному, значит, что касается разъемов кабеля я вам объяснил, пожалуйста, принимайте решение, разницу в антенне волновой канал и разницу в антенне MIMO в режиме H+, вы увидели, разницу в роутере, извините, разницу в репитере вы тоже увидели, вот, поэтому, опять же, если спросите, в каких случаях лучше репитер, в каких случаях лучше антенна, а, ребят, очень просто, если вам нужно максимум скорости, да, ставьте MIMO антенну и лучше юстируйте на сигнал и прекрасно, она панельная антенна хорошо работает с отраженным сигналом, это все-таки не параболическая антенна, здесь прямая видимость не нужна, она прекрасно работает с отражением, если у вас есть на пути какой-то дом соседа, еще что-то, тоже не проблема, чуть левее, чуть правее подворачивайте антенну, смотрите мое видео по поводу того, как направить антенну и все прекрасно у вас будет работать даже с отражением, а вот с параболической антенной уже сложно, да и потому у параболиков есть вторая еще проблема, почему я их, собственно, не люблю и не продаю. Хорошая антенна. На максимальных удалениях параболическая антенна работает прекрасно. Но надо понимать, параболическая антенна, вот эти вот тарелки там, или сетки оффсетные, да, значит, мы не можем использовать на двух частотах, например, потому что мы не можем выставить вот этот вот облучатель на длину, значит, скажем, 1800 МГц и 200 МГц. Это нереально. То есть нам приходится настраивать параболическую антенну или на 1800, или на 2600, или на 2100, то есть что-то одно. Даже если вам дают в руки облучатель, который называется там универсальный, широкополосный от 1800 до 2600 МГц, то, друзья, это облучатель широкополосный, но его нужно загнать же в фокус, понимаете? То есть, опять же, нужно поставить его или на 1800, или на 2600, или на 800, то есть как бы, вот это не забывайте, потому что многие не понимают, что, а у меня облучатель широкополосный, он широкополосный, может быть, да, но фокус-то поставить надо. Всегда вспоминайте, как мы с вами в детстве хулиганили, мы брали лупу, да, увеличительное стекло, и поджигали бумажку. Вот чтобы поджечь бумажку, нам нужно лупу правильно сфокусировать. Если точка очень большая, фокуса нету, соответственно, у нас бумажка не загорается. Подносим ее ближе или дальше, да, у нас точечка маленькая, максимальное усиление от солнечного света, и у нас бумажка загорается. Вот то же самое здесь. Поэтому отнеси солнышко подальше, отнеси солнышко поближе, лупу измени, все не в резонансе, соответственно, не в фокусе, и ничего не работает. Поэтому со всетными тарелками, со всеми этими, ребят, это надо еще подумать. И самое главное, там очень узкая диаграмма направленности, надо очень там буквально, вот три градуса, что называется, найти сигнал, но бывает довольно сложно. Кто хочет, пожалуйста, занимайтесь, я этим не занимаюсь. Достаточно, на мой взгляд, взять антенну, панельную, не коротко замкнутую, чтобы она сама, так сказать, свой модем никак не душила, да, своим левым каналом на правый канал. И, собственно, все у нас получается хорошо. У нас антенна не шумящая, соответственно, мы хорошо слышим сигналы с удаленных базовых станций, и, пожалуйста, опять же, можно брать сигнал и на 15, на 20 километров, главное, чтобы была бы настройка на базовой станции. Кстати, еще интересный момент, два слова вам еще скажу, даже некоторые говорят, вот мне вонтажники рекомендуют на 2 километра 14 децибел. А другому рекомендуют на 15 километров 25 децибел, да, друзья. Это просто монтажники или упрощают, или не понимают. Кстати, вот часто встречаются, что монтажники и не понимают то, что продают. Не может быть такого, что вот эта антенна на 5 километров, а вот антенна с большим коэффициентом усиления на большее количество километров. Нет, совершенно не в этом дело. Удаленность от базовой станции в первую очередь определяется высотой подъема антенны на базовой станции у самого оператора и ее направленностью. Она может быть опущена вниз, да, то есть антенна на базовой станции наклонена вниз, а она же секторная, там по вертикали 14-15 градусов, а то и 5 градусов, и она достаточно узко бьет на ближний ракурс, да, вот на ближнюю дистанцию там вокруг себя. А если оператор настраивает антенну перпендикулярно поверхности Земли, то, соответственно, сигнал у нас с вами идет уже далеко. Это первая настройка, которая не от нас зависит, а от операторской вышки, от ее настроек. И самое главное, это смотрите мое видео, значит, зона действия базовой станции, там я очень хорошо все объяснил, но здесь два слова скажу. Самое главное, это все-таки действительно настройка оборудования на базовой станции. У нас же ведь не аналоговый сигнал, мы не про диостанции в аналоге разговариваем. Да, в шумах там вылезает сигнал, и мы слышим голос. Нет, друзья, здесь не так. Здесь получается, что если у оператора стоит ограничение, допустим, 15 километров, все, так мы хоть с бубнами будем плясать хоть какую антенну, хоть 100 дБ антенну поставим там, зеркало притащим 100 метрового диаметра, у нас сигнал не установится, потому что там есть определенный режим приема и передачи, и сигнал должен за определенный промежуток времени уйти и вернуться на базовую станцию. А если он вернулся позже, то базовая станция уже открыта на прием другого абонентского устройства. Понимаете, такая история? Поэтому не все от нас зависит. А теперь вопрос. А как же тогда определять, в какую мне по мощности брать антенну? Друзья, но здесь все очень просто. Чем больше коэффициент усиления на хорошей антенне, тем выше уровень полезного сигнала над уровнем шума. Вот допустим, антенна примитивная какая-нибудь, там сейчас очень много майма антенн делают на коротком замыкании. Вы берете тестер и вставляете тестер в левый канал, центральную жилу, и тестер в правый канал, центральную жилу, и тестер показывает замыкание. Эти антенны имеют право на существование, они неплохо работают, но в условиях, когда по-настоящему плохие сигналы, плохая связь, они уже не дают такого эффекта, которого мы хотим от них получить. Нужна антенна, у которой центральные жилы не имеют короткого замыкания. Тогда у нас она максимально, так сказать, у нее уши, грубо говоря, максимально большие, максимально хорошо она слышит, сама на себя не шумит, и у нас получается максимальный эффект. И вот мы уже с вами поднимаем не просто сигнал с шумом, как на короткозамкнутых антеннах Майма, а мы поднимаем сигнал над уровнем шума. Это очень важно, чтобы у нас вот в этом бугорочке, который мы видим на осциллографе, там профессионалы поймут, внутри этого бугорочка не было бы шумов. Вот это очень важно. И тогда получается следующая картина. Вы, бывает, возьмете, допустим, антенну, там, я не знаю, Рэму, там, или еще какие-то, там много производителей в регионах, и говорите, у меня полная шкала, скорости нет. Откуда у вас будет скорость? Потому что у вас в этой полной шкале еще полный уровень шума, там, да, поднятый, так сказать, с самого низа. А бывает другая история. Взяли хорошую антенну, допустим, ту же самую Майма, без короткого замыкания, да? Вроде бы нет полной шкалы. Одно-два деления. И смотрите по RSSI или по показателям RSRP, у вас там минус 90 дБ. Это не очень хороший сигнал, но при этом хорошая скорость, да? Откуда ноги растут? А потому что у нас сигнал поднят чище, да? Уже там дальше модемы, фильтра, все это, усилители все это дополнительно обрабатывают, но им уже легче работать, схемотехники модема уже легче работать с более чистым исходным сигналом. Поэтому, друзья, запомните, антенна, не перестану это повторять, это усилитель номер один, от антенны все зависит. Ну, а на данном этапе, пожалуйста, вот еще раз я говорю, делайте выводы, раньше такого не было. Это было известно всегда монтажникам профессиональным, значит, кто работает в радиосвязи сотовой, что в режиме 3G тоже, по идее, должна быть технология MIMO. Но это очень-очень редко встречалось. А сейчас стало встречаться очень часто. Поэтому, если вы видите на вашем телефоне не просто 3G-значок, а значок H+, то знайте, что на 99%, это мое убеждение, у вас идут сигналы по технологии MIMO. В 3,75G такое уже есть, очень часто встречается. И вот эти всевозможные антенны, значит, волновые каналы, пила, так называемая, или там пушка от Криосан, это уже не имеет никакого смысла, поскольку это не работает уже так, как может работать антенна MIMO. И еще дополню. Если вы видите предложение, когда вам говорят, что у меня пила, и к ней 2 кабеля подключены, то есть вроде как бы MIMO. Ну, друзья, это не MIMO, конечно. Или другой вариант вы видите, когда вам говорят, что у меня на одном кронштейне в эксполяризации вот так закреплена антенна, волновой канал, и вот так закреплена. Или одна закреплена вертикально, у нас вертикальная поляризация, а другая горизонтальная, поляризация на одном кронштейне. Парни, я вам говорю, как связист, который работает много-много лет в связи. Это не работает так, как должно быть, как нарисовано в буклетах, потому что эти антенны имеют огромное влияние друг на друга. Если вы обратитесь к какому-нибудь там радиолюбителю, у которого есть хотя бы там очехометр какой-то, да, и скажете, подключи мне антенну к очехометру, а хочу посмотреть, где у нее резонанс. Он вам подключит эту антенну к очехометру. Антенна, допустим, стоит у вас на каком-то импровизированном там шесте, какая-то мачта. И вот мы видим, например, резонанс у нее 2100 МГц. Все четко. Антенна в хорошем резонансе. А теперь войдите, значит, и возьмите в руки, допустим, какую-то железку, там, лопату, ведро, да, просто сами даже, потому что вы это резистор. И подойдите к этой антенне, руку к ней просто поднесите, да, и вы увидите, что эта антенна, мы так наговорим, связисты, уплывает. То есть она что, она уже не в резонансе, у нее уже повышается, значит, ну, как бы снижается ее эффективность, так выразимся проще. Следовательно, когда мы берем две антенны, волновой канал, и их непосредственно близко крепим, и говорим, что у нас, получается, два кабеля пошло к модему, это технология Майма. Не знаю, это, по-моему, не технология Майма, это просто лишь бы продать, что называется. А когда вы берете две панельные антенны, да, и они расположены, значит, две, значит, пластины, и они расположены с минимальной корреляцией, это все отторировано очень четко, внутри антенны Майма, да, и эти панели, левая, значит, вертикальная поляризация, горизонтальная поляризация, внутри панельной антенны Майма, не имеют короткого замыкания, вот это, парни, уже, вот, понимаете? И вот я вам сейчас все показал. Так что, там я не знаю, всевозможные, кто там, значит, псевдоустановщики, пусть там пишут в комментариях, что хотят. Я, значит, не иду по принципу, лишь бы продать. Мне вот все равно, я как бы хочу свой рубль там, и получу. Мне такое не надо, мне не хочется. Значит, ну такой у меня принцип. Может, я, конечно, чудак, но у меня такой принцип. Если я уже стараюсь людям помочь, да, то я показываю все стороны, чтобы человек понимал, за что он платит деньги. Купил пилу, волновой канал, да, ну, соответственно, ты не просто сэкономил, а ты просто купил простую антенну. Купил ты два волновых канала на одном кронштейне, там, за полторы-две тысячи рублей. Это не то же самое, что панельная антенна. А то говорят некоторые, что, а что там, вроде антенна, там внутри какие-то там железки, там, за что там платить такие деньги. Ну, как бы это очень весьма, ну, странно судить. Там же не должно быть золото бриллиантов, когда вы антенну вскрываете. Антенна выглядит очень просто. Тот же коллинеар, допустим, антенна круговой диаграммы на параметре, она вообще страшненькая внутри. Там проводочек, спиралочки, какие-то там резисторы и так далее. За что платить? Однако их тоже Тепплинк продает там по 5-6 тысяч, да, потому что вы попробуете сделать такую антенну. Вот и все. Поэтому, друзья, антенны, не помидоры, выбирать их внешне не нужно, а вот выбирать их по характеристикам нужно. Делайте выводы, что-то непонятно, пожалуйста, пишите. Я всегда с большим удовольствием стараюсь всем помогать. Сейчас нас стало уже много, вы видите, у нас подписчиков уже идет там к 10 тысячам, очень много людей пишут, уже не успевают, говорю честно, уже не успеваю всем отвечать. Сейчас ищу человека, который разбирается в связи, будет помогать мне удаленно. Если вы такой человек, пожалуйста, я готов предложить вам какие-то взаимодействие, какое-то партнерство, чтобы вы могли помогать мне удаленно отвечать на определенное количество комментариев как администратор, как помощник. Поэтому, друзья, подписывайтесь, мы работаем специально для вас, стараемся. Канал не сугубо коммерческий, то есть здесь много информации, как вы видите, я даю, которую, в принципе, многие монтажники скрывают, потому что они считают, что я должен быть лучше, чем все. Я считаю, что каждый из вас имеет право на информацию, на полноту этой информации, и я стараюсь вам ее предоставлять. Где-то ошибся, где-то оговорился, да простите, пожалуйста, не специально, поверьте. Поправьте, в следующих видео поправлюсь и я. Всего доброго, друзья. Подписывайтесь на канал, не болейте, берегите себя, берегите своих близких, берегите свои нервы и экономьте свое время. Всего доброго. С вами, как обычно, Евгений Радист. Пока, пока.